А у меня в эфире политолог, политтехнолог, известный Аббас Галямов, частый гость. Аббас, добрый день. Добрый день, Михаил. Ну, вот как раз буквально на днях у вас вышел, вы опубликовали такой доклад о преемниках. Кто может прийти на смену Путина и каким образом. Там много фамилий, от Турчака до Медведева, от Собянина до Кириенко, даже Екатерина Тихонова упоминается. Кроме того, там есть такая вводная часть, в каких условиях может произойти вот эта замена Путина на преемника. Как преемник вообще, в принципе, может появиться там. И Путин сам его может предложить весной, потому что весной будет тяжелая ситуация. Или Запад, переговоры с Западом, или элиты могут кого-то выдвинуть. Несколько вариантов. Но все они, я должен признаться, для меня сегодня на фоне происходящих событий, на фоне того, что происходило на этой неделе, на фоне того, как Путин эскалирует, ситуацию стремительно, все эти варианты сегодня выглядят достаточно фантастически. Я поэтому предлагаю вернуться немножко на шаг назад сначала. И спрошу, вот в каком состоянии психологическом сегодня находится... Ну, не ближний круг, мы про него мало знаем, на самом деле. Это совсем копание в головах. Но, может быть, можем судить о том, ну вот как бюрократия, да? Там правящий класс в широком смысле. Все-таки это большая, огромная прослойка. Вот что они сегодня ощущают? Ну, они в абсолютной депрессии. Значит, они туда шли на протяжении нескольких месяцев, когда стало понятно, что Блицкрига не получилось. Да, а после... Ну, это было медленное такое снижение. А после Харькова, конечно, снижение ускорилось. То есть это уже такое обвальное падение. Там даже с лупой ты признаков оптимизма не найдешь. Значит, люди... Тут самое главное даже не то, что там наша армия оказалась битой и бежала с поля боя. А то, что Путин... Как неадекватно Путин на все это реагировал. То есть он совершенно очевидно, вместо того, чтобы решать проблему, он как страус спрятал голову в песок. Он оказался не в состоянии отреагировать на вот этот вызов. Ну, то, что происходит, это не называется как страус. Это скорее как... Не-не, я сейчас по динамике рассказываю. Я понял. В тот самый день, когда произошло вот это вот, значит, событие, когда там наши бежали, бросая технику оттуда, и Путин в этот момент там фейерверки в Москве, его вот эти катания на чертовом колесе, а потом поездка на целую неделю в Среднюю Азию, поездку абсолютно бессмысленную, с точки зрения реальных последствий, ну, то есть ритуальные хороводы, да. Элиты восприняли это все как то, что царя парализовало. А они же всегда привыкли, что система держится за счет него. То есть у них никогда не было ощущения, что вот защита интересов системы – это их задача. И их задача просто выполнять его приказы. Ну, вот он очнулся. Ну, а как очнулся? Прочитал длиннющую лекцию об истории колониализма. Ну, это целый набор действий все-таки агрессивных, которые он предпринял, ну, то, что он действует в этом самом деле. Объявил мобилизацию? Нет, ну, какие действия он предпринял? Он объявил мобилизацию, которая приближает революцию, и все это понимают. И, значит, два раза заявил, что хочет мирных переговоров, потом провел референдум и присоединил регионы, то есть сделал ровно то, что, о чем за 3-4 дня до этого кремлевские источники говорили журналистам, и публикации появились о том, что они не хотят этого делать, они поставили эти референдумы на паузу, они совершенно четко это мотивировали, они сказали, ну, сперва надо, так сказать, военным, в смысле слова, эти территории закрепить за собой, ну, то есть выйти на административные границы, либо просто удержать, да, ну, то есть, что проводить референдумы, когда непонятно, удержим или не удержим? Более того, есть, ходят, есть такая, ну, какие-то обрывки сведений, я просто перебью, потому что это просто, ну, продолжение сказанное, есть обрывки сведений, что даже уже после объявления референдумов еще пытались Путину предложить другие варианты, не включение, то есть, условно, там, Абхазский или вариант Сосетии, чтобы оставить какие-то возможности для переговоров с Западом, но он на это не пошел, его, причем, из ближайшего окружения люди, из Совета безопасности. А на следующий день, после того, как тема референдумов встала в повестку, он отдал азовцев Украине. Зачем? Ну, если ты собираешься воевать, если ты решительно настроен, что ты азовцев отдаешь-то, да? Ты тем самым ведь отчуждаешь вот этот самый патриотический лагерь от себя, они же там в гневе все были, да, для них азовцы преступники, а значит, а ты, ты на тех людей... Даже ФСБ была против, как вот сейчас пишут в западных газетах. А Путин на все это наплевал, отдав азовцев. Он пытался, он уже понимал, что он не может по-большому, так сказать, отказать вот в референдумах, раз эта тема встала в повестку, раз ее вытащили в паблик, вот эти, значит, Пушилин с пасечником, которые просто пытались спасти свою шкуру, понимая, что если они сейчас этого не сделают, то их сольют точно так же, как харьковских коллаборантов. То есть Россия оттуда бежала, бросив их на произвол судьбы, и отсюда точно так же сбежит. Как мы можем их удержать? Ну давайте попробуем референдум провести быстро-быстро. Кремль не хочет, но а что нам делать? Вот они бухнулись, к сожалению, в ноги со словами... И это публично, главное. Со словами отец родной, так сказать, хотим... То есть это что, была инициатива снизу? Это была инициатива снизу, это была инициатива пасечника и Пушилина, который впервые в жизни проявили субъектность, поняли, что теперь спасение утопающих, это дело рук самих утопающих. Перед ними, повторюсь, стоял перед глазами харьковский прецедент. И, конечно же, они нашли союзников в лагере Ястребов там, в Кремле. То есть как минимум Турчак в этом деле засветился, и Кириенковцы это слили в прессу опять, в ту же Медузу. Потом, думаю, совбез, и судя по тому, как повели себя, в частности, Симоньян, то есть подчиненные Громова, Громов в этом тоже участвовал. То есть как минимум часть Ястребиного лагеря поучаствовала в вот этом процессе запирания Путина в этот самый коридор. А Кириенко, официальный куратор этой темы, он был против. Это его подчиненные рассказывали журналистам, что тему референдума ставим на паузу. А Турчак, за то, что он назвал дату 4 ноября, которую никто не уполномачивал называть, ему влетело, да. И вот об этом, значит, все, они в прессу рассказывают одной рукой, а другой рукой делают эти самые референдумы. Просто потому, что, ну, когда тема выкатилась в публичное пространство, это нельзя было уже по-другому никак поступить, потому что, ну, тогда, если ты им сейчас откажешь, когда они тебя публично просят, там же типа народ просит, общественные палаты там, да, вот это, то есть легитимно избранные лидеры, то есть те же пасечники с Пушилиным, это же не просто какие-то, черт знает кто, это же типа, ну, в рамках кремлевского дискурса всенародно избранные популярные политики, лидеры народа, и вот они тебя просят, а ты им отказываешь. Тогда вообще ты всю конструкцию поставишь под вопрос, а вообще что ты тогда там делаешь, вообще о чем речь идет? Ты сказал, начиная войну, что ты идешь спасать этих людей. Эти люди хотят провести референдум, присоединиться к тебе, то есть спастись, а ты им отказываешь. Ну, это невозможно сделать. Короче, Миша, это к чему? К тому, что не надо воспринимать каждое действие Путина как действие, которое он сам задал. Да, как его решение, хотя это кажется, ну, для меня это звучит странно, что это помимо его воли происходит, но допустим, допустим. Предлагаю вернуться вот прямо в настоящий момент, в сегодняшний день. Вот он это объявляет, сидят люди, которые, значит, его слушают, его элита. Понимают ли они, что ставки резко растут, и что они готовы предпринимать и делать? Ну, они, конечно, все понимают, поэтому они в печали. Они, во-первых, увидели, что у царя нет ответа тогда, когда он фейерверк запускал, вместо того, чтобы ситуацию на фронте спасать. А во второй раз они это услышали позавчера, два дня назад, во время его выступления. Потому что из длинной речи по делу там была только одна фраза. Мы готовы немедленно приступать к мирным переговорам, прекращать огонь, но статус этих территорий мы обсуждать не будем, они наши. Ну, и все люди понимают, тогда не будет переговоров, значит, война продолжится, а война продолжится, украинцы продолжат наступать. Собственно говоря, это событие следующего дня, когда украинцы отбили Лиман. Собственно, это подтверждает. И поэтому все элиты в депрессии, они очень надеялись, что Путин их, ну, сейчас он что-нибудь придумает. Они же привыкли, что в 22 года он решал проблемы системы. Он был ключевым фактором стабилизации. А тут они вдруг видят, что он превратился в главные дестабилизирующие обстоятельства. Из стабилизатора он превратился в дестабилизатора. И вот к ним сейчас приходит процесс осознания того, что сейчас идет процесс осознания того, что, ну, надо, вот как пасечник с Пушилиным взяли свои собственные руки, вот и нам тоже это надо делать. Вот, и здесь возникает ключевой вопрос. Если этот, мы видим, как бы наблюдаем некое безволие, конечно, и пассивность элиты. Это очевидно, про это все говорят. Но если вот приходит это понимание, если зреет это понимание в головах, где, если в принципе может образоваться этот центр воли, который будет, ну, попробует как-то диктовать, ну, в разных смыслах слова повестку, как-то влиять на ситуацию, то где этот центр воли может образоваться? Он может образоваться где угодно. Тут вопрос, когда важнее, Михаил. Я сейчас попробую ответить на вопрос, когда, и потом автоматически станет понятно, где. Вот когда процесс поиска преемника будет запущен, значит, в полной мере, насколько я знаю, неофициально, так сказать, в кулуар он уже идет. Но когда он будет запущен уже, что называется, и начнет институционализироваться, да, вот это будет, значит, вот в тот момент, когда, вот сейчас почему элиты боятся это дело озвучивать публично и идти с этим к Путину? Потому что сейчас Путин это воспримет как посягательство на собственную власть. А что он делает с людьми, которые посягают на его власть, значит, понятно. Но это же не навсегда. Власть Путина слабеет. Власть Путина над обстоятельствами, как минимум, слабеет. И в какой-то момент предложение... Владимир Владимирович, а что насчет преемника? А кто может это сформулировать? Кто вообще может подойти к Путину и заговорить об этом? В какой-то момент это перестанет выглядеть посягательством на его власть и станет выглядеть как предложение варианта спасения. Вот в этот момент они все начнут об этом говорить. Ровно это происходило. Там Ковальчук, там Патрушев. Да, да, да. Все они будут приходить, разговаривать, проговаривать варианты. В какой-то момент, когда система ослабеет настолько, значит, что других вариантов не останется, будет естественным сказать, слушайте, Владимир Владимирович, а что, может быть, давайте там вот этого выдать. Да, преемником. Я просто не могу понять, как произойдет этот фазовый переход. Мы видим, как Путин делает все, чтобы сохраниться, чтобы удержать власть. Все его действия на поле боя, в переговорах с Западом, на любом фронте посвящены именно этому. Да, он понимает, что у него проблемы, он зажат в угол, но он пытается сохраниться. Он цепляется за ситуацию, грубо говоря. В этой ситуации где будет этот барьер, через который можно будет переступить и сказать, Владимир Владимирович, ну давайте обсудим с вами варианты. Это же страшно. Когда других вариантов не останется, пока вот те действия, о которых вы говорите, совершенно справедливо он их предпринимает, лихорадочно, так сказать, одно, второе, третье, и ни одно из них не приносит результаты. Ситуация ухудшается, и в какой-то момент станет понятно, что нет других вариантов. Это зависит от двух вещей. Первое, когда это произойдет, это зависит от ситуации на поле боя. Одно дело, если Российская армия удастся стабилизировать фронт, остановить ВСУ, и война перейдет опять в окопную фазу, как это было там летом, и тогда ситуация растянется. Второе, это нужно ждать, вот о чем я написал в своем докладе, окончания зимы, потому что сейчас Путин создал такую замануху для элит, да и для населения тоже, где сказать, окей, не получилось у нас выиграть на поле боя, ну так у нас же главный союзник морозовой воды, так сказать, да, наши нефть и газ. Мы сейчас Европу заморозим, смотрите, как они там мерзнут. Они сейчас замерзнут, встанут на колени, приползут к нам, они же слабаки, значит, и мы тогда, ну, начнем диктовать условия. Они перестанут оставлять оружие Украине, Украина сдуется, ну, либо мы победим, либо они сядут с нами за стол переговоров. И вот пока этот внятно сформулированный, четкий план еще не потерпел неудачу... Он им движет, да, этот план, я понял, да. То есть люди сейчас, элиты, ждут результата. А что, а вдруг действительно заморозят? Ну, что-то в этом есть. Понятно. И, может быть, действительно получится заморозить. И поэтому я до последнего момента считал, что будет вот март. Ну, то есть когда вот... Ситуация изменится в марте, и придет новое осознание, если я правильно понимаю. Да, да, придет. Станет понятно, что последняя надежда рухнула. Владимир Владимирович, ну, все, до выборов меньше года. То есть если ты в этой ситуации пойдешь на выборы, ты просто их можешь проиграть. Ну, выборов никаких не существует, как бы, да? Михаил, их не... А сколько оранжевых революций существует, так сказать, мы видели в момент, когда нелегитимный лидер пытался переизбраться? Да ровно в этот момент... Это правда, это правда. Это, конечно, правда, но это там долгий разговор о разных условиях этих событий и вводных. Вопрос. То, что происходит сейчас после Лимана, вот эта разборка, причем она все громче, да, с каждым часом как бы разгорается этот скандал вокруг того, кто виноват в том, что пришлось уйти из Лимана и вот оппозиция, которую Кадыров и Пригожин вдруг заняли, причем на самого главу генштаба подняли руку, так, если угодно. Это о чем говорит? Это какой-то уже действительно выходит наружу реальные трения внутри? Это свидетельство слабости Путина? Это свидетельство слабости Путина, который уже не в состоянии модерировать конфликты внутри элит. Это его главная задача. То, чем он на протяжении всех этих лет занимался, это свидетельство того, что система сыплется. То есть какие-то там военачальники средней руки выходят из подчинения главного своего командира, ну там, заместителя главного командира, и начинают самостоятельную жизнь, жить самостоятельной жизнью. Мы только что увидели в ситуации с референдумами, как это произошло с Пасечником и Пушилиным. Сейчас мы видим, как это происходит с Пригожиным и Кадыровым. Это примеры, которые подаются всем элитам. То есть элиты переходят в режим, вот из режима «чего изволите», в котором они всегда существовали, они переходят в режим спасения утопающих, дела рук самих утопающих, спасайся кто может. То есть в режим вот самосбережения, так сказать. Теперь каждый действует уже не исходя из интересов системы в целом, а исходя из своих шкурных интересов, как спастись. Раньше тоже, конечно, шкурные интересы, Михаил, были, но их надо было приноравливать к интересам системы. А если шкурный интерес слишком очевидно вступал с интересами системы, система этого человека уничтожала. А сейчас система заткнулась молчить, потому что ее нету, по сути, она рассыпается, она же из людей состоит, а они все парализованы. «Чего Герасимов может возразить Кадырову, если, строго говоря, Кадыров прав? Герасимов терпит твое поражение на поле боя, а военачальник, который терпит поражение на поле боя, ну, собственно говоря, а ты кто такой вообще? Ну, в чем твой смысл? Зачем ты нам нужен?» И, собственно говоря, та же самая история с Путиным же происходит. Единственным источником его легитимности всегда было ощущение, что он сильно это убеждает. А если он не может победить, ну так, а что тогда? Уровень жизни падает. Ладно бы там у тебя другие аргументы в твою пользу были. Помимо того, что ты сильный. Ну, это все звучит логично, да. Просто тот страх, который он внушает, он по-прежнему висит. Но страх слабее. Михаил, бояться сильного, а слава, кто бояться будет? Вот люди же... Чтобы уничтожить конкретного человека, у него силы хватит еще надолго. Пока хватает, Михаил. Но в какой-то момент люди боятся, значит, Гааги начнут больше, чем Путина. К тому же, повторюсь, в какой-то момент предложения Путину найти преемника перестанет быть кощунством. Да-да-да. И вот я за это хотел зацепиться мыслью и спросить. То есть это, в любом случае, те варианты, которые вы там продумываете и предлагаете, в том числе и в докладе описываете, это все-таки варианты какого-то консенсуса с самим Путиным по выдвижению преемника. То есть это не дворцовый переворот. Не-не-не. Это до дворцового переворота еще далеко. То есть сначала система попробует вариант с преемником. Вот если Путин откажется, вот тогда следующим этапом может случиться и дворцовый переворот. Скорее всего, дворцовый переворот наложится уже на 2024 год на протесты, связанные с выдвижением Путина. Я думаю, обычно протесты вспыхивают по итогам голосования. Вот когда выборы прошли, и они слишком очевидно сфальсифицировались, вот тогда народ возмущается и начинаются вот эти оранжевые революции. Вот. В нашем случае это может начаться прямо на этапе выдвижения, потому что ситуация, когда легитимность вообще Путина в целом слабеет, да, и, как я сказал, ну он вообще ни за чем не нужен, потому что, а что, ты ни на что не годишься. Так, значит, в этой ситуации люди вспомнят, что вообще-то, недалее, как, значит, четыре года назад он нас обманул, он жульничал. По Конституции-то ему нельзя на следующий срок идти. Он тогда переписал всю эту Конституцию под себя. Он поправил основной закон. Владимир Владимирович, все, хватит. Вот, ну, есть формальный повод, за который можно зацепиться. Тогда, в 20-м году, по этому поводу протестов не вспыхнул, потому что, ну, кто в России думает о будущем? Кто в 20-м году думал, что будет в 2024-м? Да? К тому же был ковид. Да? И поэтому, ну, не до этого. Да? Тогда это была абстракция. Вот. А здесь это уже станет конкретикой. То есть у людей будет понимание, что, елки-палки, это что, еще на 12 лет вот это? Вот это ощущение, что это еще на 12 лет, но оно способно взорвать общество. Повторюсь, это уже будет не так страшно, потому что Путин будет слабеть. Лояльность силовых структур, в том числе, будет тоже слабеть. Ведь силовики подчиняются тебе, когда ты силен. Это абсолютно циничная публика, они уважают только силу. А если тебя бьют на всех фронтах, если у тебя твои собственные подчиненные выходят у тебя из подчинения, ну, ты вообще... Слушай, зачем ты нам нужен? Вот это масса историй. Недавно в Судане то же самое было, например. Такая же абсолютная история, такой же состарившийся диктатор, мега сильный, там, значит, тоже дружбан Путина, как он со всеми же диктаторами дружит, да? Амар Аль-Башер. Он... Начались студенты протестовать, и он бросил армию на их подавление. Армия ввел в военное положение, губернаторов заменил военными и спецслужбами. Они на все это посмотрели и говорят, а слушай, а зачем ты нам нужен вообще? Ну, ты вообще кто такой? Они его под домашний арест отправили, а сами сели и с этими протестующими студентами стали договариваться создавать временное правительство. Вот. Поэтому и с лояльностью силовиков тоже будет проблема. Она уже есть. Силовикам не нравится, что Путин, военным не нравится, что Путин перекладывает на них ответственность. Вот эта критика Кадырова и Пригожина для них публичная, это же унизительно, а они воспринимают это как? А это Путин им позволяет? Это же дружбаны Путина. Ну, он их не заткнул, Кремль отвернулся в сторону, а они нас чехвостят, и под свою грибу позорят. Ну, конечно, они возмущены. Понимаете? К тому же у них масса есть аргументов, я уже вижу, они пересылают друг другу в WhatsApp, я сегодня вот выложил в Facebook и в Telegram, значит, длиннющий список закрытых военных заведений, там более полусотни. Типа, они объясняют, а что вы хотели от армии, когда вы сами закрыли там более 50 учебных заведений армейских? Ну, то есть они уже нашли повод, это политики виноваты. Понимаешь? Поэтому они не будут на себя брать ответственность за происходящее. Не скажут они, да, это мы криворукие придурки, которые развалили армию, и воевать не идут. Ответственность за поражение они возложат на Путина, на ФСБ, который плохо там разведку проводил, и так далее, и так далее. Но это уже происходит, Михаил, все это идет. Система рассыпается. Ну, вот вопрос опять-таки про политическую субъектность военных и способность их какие-то формулировать требования и претензии. Аббас Галямов, политолог, политтехнолог о том, какие требования, какие предложения может выдвинуть в условии Путина, в условиях, очевидно, его слабеющей власти, и какие сценарии, при этом, в каких вариантах эта ситуация может развиваться дальше. Судите сами, насколько они выглядят сегодня реалистично. Реалистично